Здравствуйте, дорогие друзья, любители квестов и адвенчур. Мы с вами играем в игру Reprobates. Вторая жизнь. Да, и я решил не мучить вас долгим ожиданием следующей части. Я решил все-таки этот второй сон Адама пройти до конца практически сразу, без перерыва. То есть не делать еще прохождение альтер-эго, а потом делать часть Reprobates, а сразу подряд их запилить, так сказать, чтобы не сгорать от любопытства, что же было дальше. Вот. Как вы помните, нам тут удалось в прошлой части спасти жизнь двум людям, и у нас еще остались некоторые задачи, которые в виде таких кружочков в правом углу экрана отображаются, с которыми нам тоже нужно справиться. Ну что ж, давайте для начала разберемся с пожаром, поскольку машина нашего героя все еще находится в перевернутом, да и мало того еще и горящем состоянии, а мы как раз отыскали вот на этом складе вот здесь вот огнетушитель, и можем с этим разобраться. Так что давайте вернемся к машине и потушим пожар. Все-таки вот локации здесь отлично прорисованы, несмотря на то, что разрешение 4 к 3, и когда я играю, у меня на моем мониторе это все такое расплющенное. Но даже это не может испортить красоты данной игры. Все-таки во Future Games действительно мастера своего дела знают, как четкие квесты делать. Да, все еще это дымит, и я удивляюсь, как это еще не взорвалось до сих пор. В нормальном случае, по-моему, мне кажется, должно было бы сразу на воздух взлететь, но да ладно. Все нормальные случаи мы знаем не из жизни, а из GTA, друзья, поэтому это ни о чем не говорит. Давайте применим огнетушитель. На какое-то время этого хватит, а я пока позову кого-нибудь на помощь. Да, отлично, только как мы выяснили, на помощь тут звать особо некого, поскольку все вокруг, кроме нас, оказались без сознания. И заниматься спасением всех приходится исключительно нам, в одиночку. Ну ладно, теперь пришла пора нам и о себе подумать, поскольку у Адама там тоже голова расшиблена, и кровища хлещет в каких-то количествах. Вот, надо его тоже спасти, прежде чем он сможет помочь другим. Иначе было бы обидно погибнуть, так и не сумев помочь остальным. Поэтому давайте вернемся в бытовочку, может быть тут какая-нибудь аптечка есть, или еще что-нибудь такое, что сможет нам помочь остановить кровь. Чистые носовые платки. Да, отлично, платки нам помогут протереть грязь с лица, я думаю. Давайте возьмем один, одну штучку. Остался еще один. Ну, отлично, запас это всегда хорошо. Никогда не знаешь, где что-нибудь пригодится. Сторожу наплевать на чистоту пола, но платочки у него первый класс. Да, это я понял. Я его к тебе почему-то не могу никак применить. И сдержки управления? Что ж поделаешь. Кажется, понял свою ошибку, нам нужно его сначала водой намочить в раковине. То, что нужно. Вот, вот теперь все правильно. Мне надо разглядеть ее. Так, что значит разглядеть? Тебе еще и зеркало нужно, что ли? Я даже и не надеялся что-нибудь найти. А уж это настоящее сокровище. Да, аптечка здесь в прямом смысле жизненно необходима, не только нам. Вот, вот тут вот зеркальце в шкафу есть, по-моему. Так что я надеюсь, сейчас он сможет справиться со своей раной. Выглядит ужасно. Я промыл рану как смог, но кровь все еще идет. Я думал, там что-то есть. А здесь только бинт, перекись водорода и всякая мелочь. А как же жгут и ножницы? Ну, знаешь что, перекись водорода тоже неплохо. Она нам как раз сейчас пригодится. Все будет в порядке. Худшие уже позади. Отлично, еще одной проблемы меньше. Смотрите, какая там у них отличная перекись водорода-то, которую просто нужно распылить и все. Не то, что и в пузырьке, выливать на ватку, потом, ну и все прочее. Да, удобно. Умеют европейцы, зараза, все удобно делать-то. Вот тут вот наш герой загораживал с собой, и мне не было видно очень полезную вещь. Фонарик. Батареек нет, но я думаю, что где-то есть запасные. Я думаю, что вот в этом радиоприемнике есть. Батарейки, их-то я искал. Отлично, надеюсь, что они подойдут. Отлично подходит. Шикарно. Никаких заморочек хотя бы с батарейками нам не предстоит. Это радует. Да, теперь, как вы помните, нам нужно еще спасти двух несчастных в машине, которая висит на краю канала какого-то, в котором вода течет. А вот здесь вот слева есть такие шлюзы, с помощью которых эту воду, по-моему, можно перенаправить куда-то в другое место. И, по крайней мере, у нас не будет угрозы того, что машина свалится прямо в воду. А сама канала там, это не глубокая канала, вот этот, я понимаю, не очень глубокий. Столько воды мне не удержать. Хотелось бы обойтись без потопа. Так, а для этого, если она заржавела, то нам, мне кажется, поможет домкрат, вот этот вот, который мы из багажника машины стянули. Если с ней вообще можно что-то сделать. Да можно, не переживай. Сейчас разберемся. Неплохо для любителя, а? Нормально для любителя. Нормальная смекалка. Хорошо, что я открыл вторую заслонку. Столько воды мне было не удержать. Отлично. Воду мы перенаправили, действительно, потому что если мы ее перекрыли, она тут как-то больно активно течет. Просто бы все переполнилось и полилось бы через край, по-моему. Ну ладно, теперь мы можем вернуться к той машине, которая слетела в кювет, и попытаться разобраться с ней. Да, мы около этого самого кювета, около пробитого изограждения. И сейчас мы попробуем как-то вот с помощью вот этой веревки в инвентаре у нас, точнее троса буксировочного, как нам тут очень вовремя подписывают, попытаемся эту машину как-то закрепить, чтобы она не свалилась в канаву эту. Не морской узел, но будет держаться. Нормально, нам хватит такого узла. Осторожно. Ну вот, отлично, все, теперь машина не свалится вниз, по крайней мере. Это было не так уж и трудно. Так, ну что ж, давайте посмотрим на водителя, что с ним происходит. Для начала. Еще не поздно. Это радует. Он крепко застрял. Я не смогу его вытащить. Ну, хотя бы откинем с руля его. Я от этого звука и так чуть не свихнулся. Да-да-да. Ну что это? Ага, похоже, водительское удостоверение. Странно. Никогда раньше такого не видел. Что, значит, никогда прав не видел, что ли? Странно, давайте посмотрим на нее. Здесь написано. Владелец этой карты страдает заболеванием сердечно-сосудистой системы. В случае сердечного приступа оказать помощь в соответствии с инструкцией на другой стороне этой карты. Нитромаг. Это многое объясняет. Так, еще нам только этого не хватало. То есть, чтобы ему помочь, нужны только определенного вида таблетки. Для тех, у кого проблемы с сердцем. Да уж, вот так повезло. Я надеюсь, может быть, у них с собой был пузырек? Или вот в этой сумке, может быть, что-нибудь есть? Похоже, она из их машины выпала. Я нашел пустую упаковку от сердечного лекарства. Значит, сумка принадлежит водителю. Но где же все остальное? Надо поискать вокруг. Да, вот видите, все содержимое куда-то вывалилось, очевидно, в канал. Ну что ж, давайте спустимся и порыщем по опустевшему дну. Может быть, недалеко смыло еще все полезное, что нам необходимо. Так гораздо лучше. Ага, отлично. Вот для этого нам фонарик и нужен, чтобы заглянуть за решетку. Потому что, похуй, я так чувствую, что там мы что-то найдем за ней. Ну точно, вон, видите, вон какой-то контейнер, как нам пишут. Ну, какой-то пузырек, какая-то коробка. Очень может быть, что с тем лекарством, с которым нам как раз и нужно. Я знал, что это еще пригодится. Готово. Да ладно. Ну что ж ты так неаккуратно? Как же у тебя фонарик мог скатиться и разбиться с такой-то высоты? Какой-то больно хилый фонарик. Тем более он упал на... Какое-то грязное иллистое дно. Или имеется в виду, что тут бетонное дно. Но все равно как-то это странно. Судя по надписи на крышке, это лекарство для сердечников. Вот как нам повезло-то. То, что нужно прям. Остальное оставлю. Мелкий порошок. Ага, отлично. Теперь мы сможем его, ему, так сказать, засыпать в рот. Поскольку он сам-то проглотить не в состоянии ничего. Получилось. Пульс становится слышнее. Отлично, еще одного спасли. Вот видите, друзья, тут прям в этой игре целый этот самоучитель по помощи в чрезвычайных ситуациях. Хе-хе. Ее заклинило при аварии. Я не могу ее открыть. Так, что у нас есть? Посмотрим, чтобы открыть пассатижи. Они всегда помогут. Ну, дверца, держись. Да, с ней совсем тяжело. Откуда кровь? Что здесь творится? Бедняжка. Совсем плохо. Ее язык провалился в глотку. И я не могу ухватить его. Он выскальзывает. Ой, фу ты, елки-палки. Да, подробности поражают просто. Но у нас остался еще один носовой платок чистый. Может быть, он нам поможет. Это был последний. Ты с такой грустью в голосе сказал. Язык на месте. Надеюсь, он не провалится снова. Так, отлично. Теперь осталось разобраться с раной. Очевидно, рана на ноге. Вот видите, вот здесь вот кровь. На камне. Надо как-то его перетянуть. Рану перетянуть, точнее. Давайте воспользуемся вот этой кожаной сумкой для этого. Точнее, ее ремнем. Надеюсь, меня никто не видит. Да кто тебя тут должен видеть и чего ты должен тут стыдиться-то в такой ситуации? Непонятно. Все-таки комментарии иногда странноватые тут бывают у героя. Поможет на пару минут. Так, и опять воспользуемся перекисью, чтобы остановить кровь. Попробую. Кровь течет уже не так сильно. Я сделал все, что мог. Что это такое? Похоже на звук автомобильного мотора. И куда ты подевался? И что теперь? Если это их не разбудит, то я не знаю, что делать. Так, да, повторяющийся комментарий. Я понял, да-да-да. Очевидно, кто-то едет в нашу сторону. Нам нужно как-то его предупредить о том, что тут авария. Но опять кто-то не соблюдает скоростной режим, носится как сумасшедший по этим дорогам. С этими дикими поворотами, не смотрит никуда. Естественно, он врежется, если мы его не предупредим. Плюс там еще масло на дороге вот это протекло. В общем, полный набор. Так что бежим к складу за песочком, чтобы присыпать маслица. Надо идти медленно, или я рассыплю его. Окей, давай поаккуратнее, но пошустрее одновременно с этим. Так, 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 отлично, пока успеваем. Давайте, работаем, работаем. Это сработало. Так, отлично, самое зверское масляное пятно мы засыпали. Но все равно нам нужно еще как-то предупредить о том, что тут еще и машина перевернутая валяется. Так что мы возьмем один отражатель с ограждения. Попытаемся его все теми же кусачками отломать. Одного мало. Я должен быть полностью уверен. Второй тут вот, по-моему, среди обломков валяется. Пригодится. Кто-то едет. Возможно, это мой последний шанс. Надо остановить их. Если они проедут мимо, все, что я сделал, пойдет на смарт. Отлично, и мы отрубились. Отлично, и мы отрубились. Всех спасли, а кто бы нас спас. Да, друзья. Закончился второй сон. И вот снова день. День четвертый пребывания на этом острове. И куда нам идти, что делать, кто его знает. Никто не знает, как выбраться из этой ситуации. Ладно. Мы уже практически вплотную подобрались к тому моменту, на котором я заканчивал прохождение этой игры на своем старом канале. Так что я надеюсь, что дальше будет интересно тем, кто видел это прохождение там и тем, кто начал смотреть его только здесь. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо вам за внимание, за просмотр. До свидания. Продолжение следует...